Казахстанская страна предпримет все возможные меры, чтобы обеспечить организацию выборного процесса в соответствии с высокими демократическими стандартами, заявил глава МИД Ерлан Идрисов. Пишет Интерфакс Казахстан. Уверен, что Центральная избирательная комиссия обеспечит высокий организационный уровень проведения голосования с учетом предыдущих рекомендаций ОБСЕ и других авторитетных международных организаций, а другие заинтересованные ведомства будут уделять максимальное внимание реализации тех мер, которые требуются от них по законодательству, сказал Идрисов. Коммунистическая народная партия Казахстана на следующей неделе выберет своего кандидата для участия в выборах президента республики, сообщил руководитель парламентской фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев, передает Интерфакс Казахстан. По его словам, на съезде партии будут обсуждаться кандидатуры четырех претендентов. Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 26 апреля. Прокурор Венской прокуратуры Нина Бусик прокомментировала информацию о наличии наркотиков в крови экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, сообщает Кастак. «Это не совсем так. Было только предварительное исследование, а не окончательное заключение эксперта. Пока у нас нет окончательного заключения, эксперт еще не закончил исследование, и мы ждем окончательной информации. Она будет готова через несколько дней», сообщила Бусик. В крови Рахата Алиева были обнаружены наркотические вещества, предположительно барбитураты. Напомним, Рахат Алиев 24 февраля был найден мертвым в австрийской тюрьме, совершив суицид. Восемь дней отдохнут казахстанцы на мартовские праздники, сообщает Кастак. Государственный праздник Международный женский день 8 марта приходится на выходной день, в воскресенье. Соответственно, выходной день переносится на понедельник. Кроме того, на Наурысме и Рамы граждане Казахстана отдохнут пять дней. Государственный праздник Наурысме и Рамы отмечается с 21 по 23 марта, из которых 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье. Соответственно, данные выходные дни переносятся на 24 и 25 марта. О городских событиях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. К трём годам в колонии поселения приговорила актюбинская фемида 35-летнего водителя ту автопарка Армана Мендегожина. Осужденный признан виновным в смерти пассажира Жумабека Дусинбекова. Правда, с оговоркой по неосторожности. Инцидент произошел еще в июле 2013 года, когда подсудимый вытолкнул пассажира Дусинбекова из салона автобуса за то, что у него не оказалось денег на оплату проезда. В итоге мужчина упал на землю, ударившись головой о бордюр, а спустя несколько часов до Симбеков умер на больничной койке от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа. Следствие по этому делу длилось несколько месяцев. И вот на днях в этом деле, наконец, была поставлена точка. Приговором суда, вынесенным судьей Сауле Танимовой, Арман Мендегожин признан виновным в убийстве по неосторожности. Он проведет три года в колонии поселения. Помимо этого, он должен выплатить семье погибшего 3 миллиона тенге. На октябинских дорогах довольно успешно работает автоураган. Об этом сегодня, приводя статистику, заявили прокуроры. Они вышли в традиционный рейд с полицейскими в составе мобильной группы. Подобные рейды прокуроры совместно с дорожными полицейскими проводят постоянно. О плодотворном сотрудничестве расскажет Лиза Цакиева. Наверняка многие водители при виде автоурагана сбавляют скорость движения и мысленно надеются не оказаться в числе октябинцев, задолжавших государство. Ведь должников уже не первый год ищут не только судоисполнители, но и умная машина. Вот так, прямо на дороге сегодня выявлялись должники, неплательщики налогов и всевозможных штрафов. Автоураган, признаются прокуроры, значительно облегчает работу. Если раньше патрульный должен был остановить большее количество машин, чтобы выявить неплательщика налогов или подложные номера, то сейчас это делает машина за какие-то миллисекунды. По базе данных сразу же пробивается номер. Если есть неоплаченный штраф, то номер машины передается сотруднику полиции, который стоит на дороге, и он уже останавливает машину. С начала года бюджет таким образом уже пополнился почти на 200 миллионов тенге. Мобильными группами за месяц задержано более 200 автомашин, должников. К административной ответственности привлечено 17 должников. Также с начала года доход государства взыскано 169 миллионов тенге, а в том числе 10 миллионов тенге – это административный штраф. Также в ходе проведения рейдов людям разъясняются не только правила безопасного поведения на дорогах. Прокуроры, к примеру, призывали сегодня народ вовремя оплачивать имеющиеся долги. Для оперативной оплаты за должности по адмштрафам имеются даже платежные терминалы в бывшем здании ОблГАЕ. А на специальном сайте Комитета по правовой статистике и спецучетам можно проверить себя на наличии долгов. В наглядном информационном материале, который сегодня раздавали, все четко прописано. А активно выявляют должников в рамках акции прокуроры, намеренные до 3 марта. Для Зацакева Сергей Калашников, программа «Факт». Можно ли исправить трудного ребенка? Это и другие вопросы выясняли сегодня инспектора ДН и сотрудники Центра адаптации несовершеннолетних. В здании ЦАН прошел семинар по взаимодействию в вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности и социального сиротства среди детей. А воспитанники Центра продемонстрировали свои актерские способности в недавно созданном Театре Теней. Одна из главных актрис Театра Теней – Настя Липина. Ей 9 лет, она учится в третьем классе и теперь мечтает стать актрисой. В центре адаптации девочка находится с младшим братом Витей уже два месяца. После решения суда о лишении ее матери родительских прав, Настю с братом определят Волгинский детский дом. У меня тут есть друзья, это Виталина, Виталина, Ярик, Владик, Люба, Карина. У меня тут все друзья и мы с ними очень хорошо дружим, с ними мы занимаемся, играем вместе. Мы друг другу помогаем делать уроки. Мы тут в свободное время проводим, занимаемся Театр Теней, кукольный театр мы делаем, рисуютки мы делаем, стихи сочиняем, песни тоже мы сочиняем. Как говорят работники Центра адаптации, пока дети здесь, необходимо обеспечить их всей положенной заботой и вниманием, а также привить им социальные навыки и стремления. Так детям будет легче вдалеке от семьи. Именно об этом рассказали сотрудники ЦАНа полицейским. Покажем Театр Теней, покажем Пальчиковый театр, творческую деятельность, покажем, что воспитанники здесь проходят реабилитацию и социальную адаптацию. Конечно, покажем свою работу, ознакомим, потому что не все инспекторы ПДН примерно понимают, какую работу мы проводим и чем мы здесь занимаемся. Вот они знакомятся со своей работой. На сегодняшний день в Центре адаптации несовершеннолетних находятся около 30 детей. Всего по городу на учете состоит 60 трудных подростков. Уже в этом году 6 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности за кражи и хулиганство. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Тему противодействия коррупции обсуждали сегодня в городском Акимате во главе с Акимом Актубой Ирханом Умаровым. На заседание собрались практически все его подчиненные, в том числе заместители, как можно скорее завершив к назначенному часу собственные совещания. Как было отмечено на встрече, на сегодня при Акимате действует городская комиссия по вопросам борьбы с коррупцией. Ее обеспечивается координация деятельности всех госорганов в целях профилактики коррупции. Помимо этого, население регулярно информирует о проводимой в данном направлении работы. Также действует телефонный доверие для населения. Ведется и контроль за работой с обращениями граждан, за качеством оказания госуслуг, соблюдением законодательства о госзакупках, а также освоением бюджетных средств. На заседание комиссии Аким Актубой заслушал доклады руководителей ряда госорганов о проводимой работе по противодействию коррупции. Сегодня в Актубе с рабочим визитом прилетел заместитель министра МВД Казахстана Владимир Башко. Главная цель визита – представить руководство области и спасателям нового начальника ДЧС Бауржана Сыздыкова. Кроме того, на оперативном совещании в здании ДЧС были подняты вопросы взаимодействия местных исполнительных органов в предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций. Бауржан Мадеевич характеризовался как по работе в департаменте Южно-Казахстанской области, как и в работе в системе министерства, непосредственно в центральном аппарате. Я думаю, что он же является примером того, что мы реализуем одно из важнейших в положении закона правоохранительной службы, что офицеры руководящего звена должны не всю жизнь с пеленок и до пенсии ставить в одном месте, а выполнять требования закона о ротации. Поехал сюда к вам с желанием. Кроме того, в ходе рабочего визита глава комитета по чрезвычайным ситуациям посетил новую центральную водно-спасательную станцию Октябрьский рельс обвалил лочный завод и региональный учебный центр спасателей, который он же открывал в декабре 2013 года. На данный момент повышение квалификации и переподготовку в учебном центре прошли 549 спасателей, из них 175 из соседних областей. На завтра заместителям министра МВД запланировано посещение пожарных частей города и стройплощадки новой пожарной части. Жители Каргалинского сельского округа сегодня стали участниками акции «Юстиция консультирует». Все, кто пришел в местное Акимадзе, информацией получили квалифицированную правовую помощь. Жители Каргалинского сельского округа оказались вполне активными. За несколько дней они были оповещены о проведении республиканской акции «Юстиция консультирует», но, как выяснилось, консультировали сегодня не только юристы. Вопросы, которые не входили в компетенцию у департамента юстиции, без внимания не остались. В акции приняли участие представители органов образования, здравоохранения, социальной защиты отделов земельных отношений, архитектуры и другие должностные лица. Но наиболее часто жители задавали вопросы, связанные с документированием, оформлением недвижимости и работой земельного комитета. Спрашивают, как могут получить земельный отдел, после получения, какая процедура регистрации, в какой срок, как это делается. Но это первое такое мероприятие, в таком большом объеме проводится. И для себя мы делаем замер, какие бы еще госорганы, люди хотели бы увидеть, каким госорганам задать вопросы. Собравшимся сегодня напомнили, что сейчас многие услуги стали более доступны через портал «Электронное правительство». Все вопросы сегодня регистрировали и члены партии власти. В первую очередь, такие акции направлены на то, чтобы повышать правовую грамотность населения. Это позволяет встречаться в режиме онлайн с гражданами и без бюрократических проволочек отвечать на вопросы. Подобные акции были организованы и в других сельских округах. В рамках данной акции объехали в текущей неделе Создинский сельский округ, Уралинский сельский округ, Новый сельский округ. Вчера буквально мы были в сельском округе Благодарный, населенный пункт опытный. Охват более 450 человек виднеется с каждым годом. То, что юридическая грамотность населения с каждым годом повышается. В Кургалинском и Куралинском сельских округах в эту субботу запланировано проведение традиционных ярмарок сельхозпродукции. Как отметили в Градском отделе предпринимательства, это четвертое и пятое по счету распродажи продуктов питания местного производства. Всего до конца марта предполагается организовать в общей сложности 13 подобных ярмарок. Власти напоминают жителям, что цены на некоторые виды продуктов будут низкими, поскольку речь идет о запасах стаб-фонда. Покупателям будут предложены крупы, мясо, рыба, кисломолочная продукция, овощи, фрукты, макаронные изделия и многое другое. На этих ярмарках наряду с продукцией стаб-фонда представлена продукция наших местных товаропроизводителей, которые пользуются спросом у местного населения. Это подсолнечное масло, это и макаронные изделия, это и мука, и яйца, и кондитерские изделия. Молоко и молочная продукция. Наша область по-прежнему относится к регионам с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции, занимая 13 место среди других областей Казахстана. Сегодня тему ВИЧ, влияние инфекции на бизнес, обсудили за круглым столом специалисты областного центра по профилактике и борьбе со СПИД. Продолжение темы в следующем материале выпуска. Основной темой встречи за круглым столом было влияние ВИЧ-инфекции на бизнес. Как говорят специалисты, руководители бизнес-структур должны обеспечить конфиденциальность в случае выявления инфицированных работников, а также не должны допускать дискриминации в сфере трудовых отношений. Работодатель не имеет права лишать рабочего места инфицированного. На сегодняшний день в нашей области зарегистрировано 317 случаев ВИЧ-инфекции. За прошлый год было выявлено 17 инфицированных. Заражение при употреблении инъекционных наркотиков составляет 21%. Половым путем 73%. Наибольший показатель распространенности отмечается у нас в городе Акцубе, 32, Каргалинском районе, 29, Хромтаурском, 26 и Мартурском, 19. Это те районы нашей области, которые граничат с Российской Федерацией, где на сегодня эта ситуация неблагополучная. Помимо этого пугает и тот факт, что основную часть инфицированных составляет молодое трудоспособное население в возрасте от 15 до 49 лет. Если раньше наблюдалось, что люди с диагнозом ВИЧ – это неработающие граждане, представители незащищенных слоев населения, то теперь среди инфицированных очень много социально благополучных граждан, ведущих нормальный образ жизни. Каждый пятый зараженный из категории работающих. Айшат Абрагимова, Жаслан Джубаев, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Удачных выходных!